Миски Это единственный стояк, который представлен в данном видео, в котором миски могут находиться на разном расстоянии друг от друга. Это очень удобно, если, допустим, у вас живут две собачки разных пород, разных размеров и разной высоты. Крепежи очень удобно раскручивать и закручивать. Также удобным является то, что крепежи под вот этими частями стояка, то есть, которые находятся с вот этой вот стороны, они тоже имеют вот такие вот пластиковые ручки, и их легко закручивать. Сами миски можно легко по надобности поменять. Объем мисок по 2,8 литра. Миски сделаны из нержавеющей стали, они не окисляемые. Далее на видео представлен похожий стояк этой же фирмы, только немножко другой формы. Как и в предыдущем стояке, в этом вот районе находится такая же точная ручка, с помощью которой сам столбик крепится к основе. Почему мы так решили выделить пластиковые ручки? Потому что с помощью них очень легко менять высоту мисок. Дальше в видео будет багажный стояк, в котором будут не ручки, а будет металлическая чека. На том примере можно легко понять, какой стояк удобнее по использованию. В данном стояке также по надобности можно легко заменить миски. По сравнению с предыдущим стояком, этот на одной ножке, миски могут быть только на одном уровне, то есть нельзя расположить одну миску на одном уровне, другую миску на втором уровне, что является, конечно же, менее удобным. Но если у вас не 2-3 собаки, а одна, это будет удобно, потому что с одной собачка сможет кушать, с другой вид, и, в принципе, разная высота мисок в данном случае не будет нужна. В данном стояке миски также выполнены из нерожавеющей стали, а также, как и в предыдущем, по объему они 2,8 литра. В данном кадре мы подобрали другой стояк. У него похожий вид металла, но от первых двух его отличает высота столбика и отсутствие пластиковых ручек. Принцип выдергивания достаточно сложен. Если не приложить большую силу, передвинуть миски не получится. Вот таким образом, с помощью, опять же, силы, нужно впихнуть чеку обратно. В принципе, крепеж под основой стояка такой же, он с ручкой, он удобный. Чем отличается предыдущий стояк? И этот видом крепления это чека и ручка и высотой столбик. В данном стояке уже было оговорено, что стоит чека, что делает немножечко неудобнее передвижение мисок по самому столбику вверх и вниз. Хотя, если у вас достаточно силы, этот вариант будет для вас достаточно приемлем. В четвертом стояке мы можем наблюдать совершенно другой вид металла, а также внешний вид и форма мисок. Ручки также удобные, пластиковые, удобной формы для раскручивания и закручивания. Единственное, что в этом стояке менее удобно, в отличие от предыдущих, это вот такой вот болтик под основой, на который крепится сама палка, где держатся миски. Он сложно закручиваемый. Если у вас не сильные руки или нет специальных инструментов, крепко его закрутить, чтобы столбик держался на одном месте, достаточно сложно. То есть, в данной ситуации мы отдаем предпочтение пластиковым ручкам, которые легко закручиваемые. Сам столбик схож по высоте со стояком, который был представлен на третьем видео. Первый и второй стояки были гораздо выше или же другой формы. Как можно заметить, в этом стояке миски имеют другую форму. Они немножко заужены. На первой мисочке на английском языке написано слово «еда», на второй мисочке написано слово «вода». Они украшаются не только словами, но еще такими себе веселыми лапками. Если посмотреть на миски сверху, в миске для еды будет нарисована косточка, в миске для воды будет нарисован кран, из которого льется жидкость. Эти миски безумно веселые, очень красивые. Они удачно пишутся в интерьер, но отличие основное их от других стояков, это то, что они не регулируются по высоте. Миски в данном видео выполнены из керамики, и в случае травмирования какой-то из мисок их невозможно заменить, как в предыдущих примерах. Сама основа стояка покрыта черной порошковой краской. Диаметры низки 25 см и объемом 2,6 литров. Диаметры низки 25 см и объемом 2,6 литров. Продолжение следует...